Девушки отдыхают Шкарпетки Тем более, что мне премию, когда мне дадут Я тебе куплю Спрашний французский парфюм Сомневаюсь я, что ты Найдешь настоящие французские духи, а не какую-нибудь Подделку, как всегда Не нужно, так не нужно, тем более, я сомневаюсь, что мне Дадут премию Раз, два Раз, два, стой, раз, два Здравия желаю, товарищи Лена и Женя Что сталося, Юрий Маколаевич? Спрашно, на старости вы решили До армии забрать? Никак нет, разрешите доложить, снимаюсь в новом Военном суперсериале Портянки судьбы Шагом марш Военный спеленок Я уже в девять месяцев Пошел и сразу же Строевым шагом Вот таким Оп, оп, налево Оп, оп, да Когда я пришел в армию, мне тут же выдали танк Ну, значит, с квартирой у нас проблемы, да А танков у нас завались А потом служил на границе с собакой Мухтаром Искали наркотики Кто первый найдет, тот и нюхает Ха-ха-ха! Фуровый армейский юмор, понимаешь? Раз-два. Раз-два. Юрий Николаевич, вам так идёт военная форма, вы знаете, вы сразу такой мужественный. Да, это я. Женька, слушай, а тебе тоже пошла бы. Фу-фу. Так, кстати, о, кстати, я тут проверял почту и совершенно случайно залез в ваш почтовый ящик. А, ну да, как обычно. Вам письмо, танцуйте. Да. О, я смотрю, вы ещё совершенно случайно конверт вскрыли. Леночка, вы же знаете, совершенно случайно. Так. Поездка. Евгению Кашевому срочно явиться в военкомат в понедельник. С вещами? На Карково. Форма тебе бы пошла, форма пошла. Не разумею, как меня могут взяти до армии. По-перше, я вышел с призывного века. По-друге, у меня белый бюлет. И по-третьему, найголовнейший. Я боюсь. Эй, нет, товарищ призывник. Да вы знаете, какая сейчас обстановка в мире. Ближний Восток шумит. Дальний Восток подозрительно молчит. Поэтому все, кто откосил, вынь да положь, но должны полгодика отслужить. Родине нужны такие крепкие, сильные и умные парни, как вы, Евгений. Юрий Николаевич, вы сейчас уверены, что все это о Жене говорили? Конечно. Я же работаю головой. Я, между прочим, когда в десантуре служил, я разбивал кирпичи об голову. Ну, молодой, знаете ли, был. Дурной. Юрий Николаевич, выйдите на решение с образу и лучше скажите, что делать. Ладно, помогу как родному. Значит, ты должен пойти в военкомат и сказать, что ты ночью... Нет, я этого сказать не буду. Жаль, это был верный способ. А я еще слышал, что в армию геев не берут. Юрий Николаевич. Юрий Николаевич. Жаль, это тоже был верный способ. А я чувствую, что в армию наберут их, у кого двое детей. Женя. Ну, я до понедельника не успею. Ладно. Самый, при самый верный способ. Берете повесточку. Так. И делаете вот так вот. О! Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Какие, какие мелкие кусочки. А что это было, неизвестно. Ой, намусорили в квартире. Ну вот, Женька, а ты боялся. Спасибо, Юрий Николаевич, вы меня врятовали. Ой, мы подойдем. А это... Алло. Да. Хорошо, передам. Звонили из военкомата, просили передать, что ничего у вас не выйдет. Помню, как-то строили мы дачу нашему бате-генералу. Да, без единого гвоздя, представляешь? Да. Только бетон и кирпич. Как же меня откосить, а? Все, а может мне сделать, как мой отец, прийти до військомата и сказать, я хочу служить, дайте мне автомат. Угу. Женечка, да в наше время они подумают, что ты перекупщик, и дадут тебе не только автомат, но и ракетную систему земля-воздух. Слушай, тогда может мне под шизика закосить. Тем более, что Лена мне часто говорит, что я немного того. Женечка, там, куда ты идешь, вот этого немного того столько, что очень легко затеряться в толпе. Ну, тогда я буду полным психом и идиотом, взагалі. Я прийду, скажу, я Наполеон. Дайте мені сірники, я спалю маску. Хе-хе-хе, Женечка, после этой фразы скорее подумаю, что ты член партии «Свобода», чем сумасшедший. А, тоді я буду людиную собакою, во. Хе-хе-хе-хе. Уф-уф-уф-уф-уф. Не верю, не верю, Женечка. Вот я когда-то так сыграл пса Артемона, что мне зрители после спектакля косточку принесли. Уф-уф. Хе-хе-хе. Повиляй хвостиком. Хе-хе-хе. Да молодец. Привет. О, Леночка, здравствуйте. Лена, ти ходила до військомата, просила за мене чи не? Ходила. Ну? Ходила я в військомат, там, там такие красивые мужчины. Все такие мужественные, статные, касая сажень в плечах. Такие все красивые, уверенные в себе. Я им про твою работу, а они мне про специальность и о том, как строили дачу батик генералу. Ты просила за мене чи не? Я просила. Ну? Я просила, Женя, чтобы тебя взяли в армию. Артемон. Вуф. Как сейчас вижу, сделала это очень вовремя. Вот зря, зря, Евгений, ты не хочешь идти в армию. Там бывают и нормальные командиры. Вот у нас был старшина, мы его Робин Гудом звали. Он отбирал деньги у богатых солдат и отдавал их... Бедным солдатам. ...нет своей жене. Слушайте, Юрий Миколаевич, а может вы в армию замись мене сходите? Жень. Ну, мы же переходим на контрактную армию. И что? Ну ничего, это очень выгодно. Заправил постель швидко. На тебе 5 гривен. Подтягнулся на турнику 10 разів. На тебе 10 гривен. Нет уж увольте, я эти контракты знаю. Честь старшему по званию не отдал, минус 50 гривен. В мишень не попал, минус 100 гривен. Там столько накопится, что потом долг родине придется квартиру отдавать. Ну, раз вы деловая людина, Юрий Миколаевич, у меня для вас деловая пропозиция. Ну, ты смотри, что началось. Мои батьки продали свиню. Так. Так, и... Ось вам гроши. Идите в армию замись мене. Я, пожалуй, выполню ваше желание, женечка, но наполовину. Як-це? Ну так, деньги возьму, а в армию не пойду. Добрый дядько, я вам допоможу. Серьезно? Юрий Миколаевич, держите его. Да, а что это, почему? Эй, Юзик, не треба. Будем работать плоскостопие. Я вас прошу не треба, друзья, подплоско. Терпи, казак, дезертиром будешь. Суровый армейский юмор, понимаешь? Не она. Сейчас твоя стопа будет такая ревна, как дорога до Меджигиря. Не она. Женька, я тебя из армии, знаешь, как ждать буду? Мы с Леной вдвоем тебя ждать будем. Да. Что? А, не-не-не, я имел в виду, что я пригляжу за ней, Евгений. Да. Чтоб в квартиру никто другой ни ногой, ни другими частями тела. Лен, вот не надо так переживать. У Женьки, между прочим, явное преимущество перед остальными призывниками. Как это преимущество? Прическа. Вы посмотрите на него. Ему хоть сейчас ноги в сапоги и автомат в руки. Спасибо, Юрий Николаевич, успокоили. Не спешу. Ну ладно, ладно, хорошо. Есть еще один способ. Женька у нас парень видный, фактурный. Можно попробовать устроиться в военный хор. Ух ты. Там не служба, лафа. Да? Да. Евгений, давайте послушаем вас. У солдата выходной. Пойте в ряд. Да, как видим, этот вариант явно не вариант. Слушайте, а пьяных до армии берут? С табелями. Ну, была не была, дядько, я заместь вас до войска піду. Ты? Ты? Я. Это же целый год безкоштовного харчування. А вы мне еще и грошей десте. И вы тоже. А я тут при чем? Так я же от вас съеду. Так что вы готовите грошики, а я в военкомате скажу, что я кашевый. Интересно. Как это ты скажешь, что ты кашевой, если ты не похож? Тетя, вы же сами казали. Вы, мы тяческие, все на одно лицо. Леночка, хорошая идея, между прочим. В военкомате у нас что? Бюрократия. Что? Им нужен Евгений Кашевой одна штука, и получат они Евгения Кашевого одна штука. Хотя тут целых две штуки. Две с половиной. Жень, ты чего? Боюсь, я ничего у Юзика не выйду. Сейчас болени из військомата прийдут. А, тихо. А, чё это? Так, по улице еды. Женя, ты так не переживай, ты не бойся, я тебя от них спрячу. Спрячу в шкаф, там точно не найдут. А, а свитки так афпэн, Лена. Ты что, в тебе шафель уже кого-то ховала? Надо здесь сдавайся отдавать. Тоже мне. Никого я не прятала, начинаешь. Женечка, да успокойтесь, это у них на генетическом уровне. Передаётся от бабушки к матери, от матери к дочке. А, знаете что, Юрий Николаевич, моя мама не такая. Хотя, да, я знаю, что моя бабушка в своё время прятала лётчика от немцев и моряка от наших. Вот, видите, я же говорил. В шафу. В шафу. Юрий Николаевич, ну что там? Да не видно ничего. Всё закрыла какая-то огромная чёрная туча. На, понятно. Это Юзик, открывайте. О, и точно. А что это вы у двох без Жени тут робите? Юзик, а вы почему это так рано пришли? Вы же обещали служить вместо Жени. Меня не взяли. Да? Да, я пришёл, а мне говорят, не мая на вас ни взуття, ни кителя. Так и говорят, кошевый, иди. И больше сюда не повертайся. Точно так и сказали? Точно так и сказали. И я пропоную, все доброе поїсти. А откушать никому не помешает. Да? Ну, что ж. Спасибо вам, Юзик. Вы молодец. Елена, это ты, молодец. Так отгодували его, что на него навіть размерів нема. Ой, ой, ледь не забыл. Листь не пришёл. Снова нам, да? Ну, надо же, зачастили как. Повестка. Ага. В связи с реформой МВД производится набор в украинскую полицию. Евгению Викторовичу Кашевому явится в понедельник в 14-е отделение с вещами. Я в шахте. Кстати, я тут проверял почту и совершенно случайно залежь, залежь. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...